А в Луцке сегодня ночью сожгли один из популярных отелей. Очевидцы видели, как неизвестно. Сначала поджигали шуна, а затем бросали в окна коктейли Молотова. Подробности далее в сюжете. Пожар произошел около двух часов ночи. Местные жители сначала разбудили взрыв, а затем увидели, как горит первый этаж здания гостиницы. Затем огонь перекинулся на верхний этаж и крышу. Почел взрыв, выбег на улицу, дивлюсь, что пожар не едет. Дуже много народу. Пожар был сильный. С одной стороны, больше все так. Что загасить? Серединку все не могли загасить, а тут взрывали крышу. Вот это я видела. По словам очевидцев, это был преднамеренный поджог. Неизвестные сначала подожгли шины под стеной спорткомплекса, который расположен рядом с гостиницей. А когда охранники бросились гасить огонь, швырнули бутылку с коктейлем Молотова в окно отеля. Два человека в масках кинули что-то и все. И пропали. И после того, произошел взрыв, и сразу начался пожар. В это время в отеле находились 9 постояльцев и персонал. Всех людей пожарно эвакуировали. Пострадавших нет. К тушению огня привлеклись 7 спецавтомобилей и 25 человек личного состава. Пожаря была средней складности. Гасение было ускладено тем, что пожаря расповсюджилась по пустотам горища. Для этого нужно было проводить разбирку конструкций, проливание утеплива. Люди, которые бы самостоятельно не могли покинуть, а состояние здоровья их был погрешен, не было. Владелец гостинично-ресторанного комплекса комментариев на камеру не дает. Известный в городе предприниматель был активистом Майдана. На своей странице в соцсети он пишет, не сомневается, что это был умышленный поджог. Бизнесмен называет злоумышленников потенциальными убийцами. Ведь в тот момент в помещении были люди, которые могли погибнуть. В полиции открыли уголовное производство. За фактом пожаре, что мало места на улице Кравчука у Луцького, следы уже внесли свидетельство до единого реестра досудовых расследований за частью 2 ст. 194 Криминального кодекса Украины. Говорит о умысленном погрешении майна шляхом подпалом. Сейчас идет следствие, уточняют и сумму ущерба. Между тем, местные активисты сообщают, поджоги очень популярны в городе способ сведения личных счетов. Только за полгода, 2017-го, в Волынской области уже зафиксировали 48 поджогов автомобилей. Из них 12 в Луцке.